Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в которой мы рассказываем о работе депутатского корпуса города Чебоксары. Меня зовут Татьяна Молокова и сегодня у нас в гостях председатель комиссии по градостроительству Чебоксарского городского собрания депутатов Олег Крутонов. Олег Игоревич, сначала посмотрим небольшую визиточку на вас, а потом продолжим беседу. Олег Крутонов, депутат Чебоксарского городского собрания. Родился 28 апреля 1984 года. В 2007 году получил высшее образование в Чувашском государственном университете. Еще во время учебы начал работать на промтракторе. После окончания университета продолжил работу на заводе Чувашкабель, пройдя путь от инженера до заместителя генерального директора по социально-бытовым вопросам. В шестом созыве городского собрания депутатов – председатель постоянной комиссии по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории города. Женат, воспитывает дочь. Олег Игоревич, в этом году, 1 сентября, должна завершиться федеральная программа по переселению граждан из аварийного ветхого фонда. Я знаю, что недавно вы вместе с депутатами выезжали по некоторым адресам, где строятся дома. Вот скажите мне, пожалуйста, мы выполним эту программу? В смысле, столица Чебоксары выполнит эту программу? У нас все переселятся люди из аварийного фонда? В этом абсолютно нет никаких сомнений, что все переселятся. Это, на самом деле, четвертый этап завершающей программы по расселению из ветхого и аварийного жилья. В этом году мы расселим 40 тысяч квадратных метров. Будет, точнее, построено для переселения около 980 семей. То есть 980 квартир заселят новые жильцы. Это 5 строительных позиций, 4 из которых мы посетили депутатским корпусом. Мне очень понравилось, что все позиции делаются из кирпича, добротно, качественно. И никаких сомнений нет, что они в срок до конца лета сдадут. Я думаю, что мы дополнительно еще с депутатами выйдем, чтобы посмотреть и убедиться в этом воочию. Ну, вообще, когда мы готовили этот репортаж, мы так подсчитывали, что у них к июлю должны все этажи завершиться их темпами. То есть в июле они заканчивают строительство, и к осени заканчивают полностью отделку, и люди играют новоселье. То есть в июне, в июле они коробки закрывают, то есть каркас полностью, потом подводят коммуникации и делают внутреннюю отделку. То есть линолеум, обои, как бы все красиво, все уютно. Ну, 27500 стоимость квадратного метра, поэтому приходится в них вписываться. И то есть это не сверхдорогие материалы, но хорошие, качественные, добротные. Да, 27500 это несколько, по-моему, раза в два меньше, чем на рынке сейчас, да? Где-то так вот. Ну, на рынке, да, наверное, около 40-45 за квадратный метр средняя рыночная стоимость жилья у нас в Чебоксаре. Олег Игоревич, вот такой вопрос. Ведь сейчас переселяются те дома, которые были признаны аварийными там до определенного года. До 1 января 2012 года все, которые были признаны аварийными, все расселяются. Сейчас вот в этом четвертом завершающем этапе 12 или 13 домов, которые были признаны аварийными после 1 января 2012 года. Они, к сожалению, не входят в эту федеральную программу. Но уже на уровне России, федеральном уровне рассматривается вопрос о возможности создания новой программы. Это будет не продолжение, а именно новая программа. Я надеюсь, что ее обязательно примут, и мы остальных тоже переселим. Ну да, люди, наверное, должны жить в цивилизованных условиях, несмотря на то, в каком году их дом признали аварийным. Еще один такой нашумевший проект, который сейчас реализуется в Москве, обсуждается. Но, как говорится, чем мы хуже, да? Это вот проект реновации, когда из хрущевок людей переселяют в нормальные квартиры. Есть ли у нас что-то подобное? Планируется ли? Вообще, может быть, просто в мыслях? Ну, по поводу реновации вообще много разных мнений. То есть, с одной стороны, даже говорят о том, что нарушаются конституционные права человека, что у него забирают квадратные метры по решению Московской гордумы. Вот. Тут надо подходить к этому публично. То есть, мнение выслушать население. Если они не против, то необходимо, конечно, на месте хрущевок строить современные дома. Но я говорю, что при этом должны быть задействованы люди, и как бы получено согласие. Ну, у нас сейчас все происходит во время публичных обсуждений, присутствуют жители. Вот. А я имею в виду, программа-то у нас хотя бы в мечтах у депутатов городского собрания в комиссии по градостроительству есть? Ну, мы надеемся, что получится обновить дома. То есть, наш фонд жилищный, потому что дома, которые были построены 50 лет назад, без постоянного капремонта и обслуживания, они, конечно, не вечны. И скоро, если их не ремонтировать, не менять, то будут проблемы. Ну, наверное, очень многие жители хрущевок с вами согласятся, будут рады такой же программе, как в Москве. Я думаю, да. Что будут довольны переселиться на этом же месте в новое жилье с ремонтом. Ну, вот еще, если возвращаться к переселению из аварийного жилья, ну, нельзя, наверное, этой темы не коснуться. В Чебоксарах было несколько одиночных акций, где люди, человек, скажем так, был недоволен тем, что его переселяют из привычного района в совсем другой. Вот как вы к этому относитесь и как вот, может быть, объяснять людям, почему такое происходит? Фамилию человека называть не будем. Дело в том, что расселение идет по принципу, сколько квадратных метров у человека квартира. Унифицируется несколько, там, десятков видов. И по этому типу строятся дома. То есть один дом, там, вот из пяти объектов, там строятся дома 30, 35, 40 квадратных метров. В другом месте, там, 20, 25, 30. То есть зависит все от того, какой тип у него квартиры, округляется в большую сторону. Там, допустим, если у него 23 квадрата, ему дают 25 квадратов типовую квартиру. И именно там, где вот строятся квартиры этого типа. А не так, что на бум кто-то кого-то расселяет. Здесь, конечно, такого нет. Ну и потом надо отметить же, что в Чебоксарах, в отличие от других муниципалитетов, не предоставляется готовое жилье, а именно строится новое жилье, новые дома. Строится, развивается город, развивается сама инфраструктура. Да. За счет города строятся коммуникации. И застройщики на конкурсе. Средняя цена 27,5 тысяч. За эту стоимость они обязаны построить дом, сделать ремонт минимально необходимый в квартирах. Ну, как в советское время, когда люди заселялись в дома, они могли уже жить спокойно. То есть мебель поставили и живут по такому же принципу. Не надо людям дополнительно брать кредиты, делать еще полгода ремонт. То есть, в принципе, минимально необходимые условия есть. Олег Игоревич, 9 июня в Чебоксарах начинает работу съезд архитекторов России. Вот что это за мероприятие? И я так понимаю, что там будут какие-то даже практические работы представлены. Может быть, нам известный архитектор что-нибудь посоветует в Чебоксарах? – Союз архитекторов России, да, приезжает, и на нем будет обсуждаться комфортная городская среда. Это основная тема. Мы будем презентовать Московскую набережную, центральный пляж, сквер Константина Иванова, парк в районе универмага Шупаршкар. То есть, дворовые территории, которые мы собираемся благоустроить. От них попросим советов по улучшению залива, Красной площади. Получим советы от известных архитекторов всей России, потому что съедутся архитекторы со всех крупных и средних городов. – Даже с Рубежья, по-моему. – Да, совершенно верно, Татьяна. То есть, получим советы, обменяемся, посмотрим. Они выйдут на строительные площадки города какие-то значимые, посмотрят, как там строится жилье. То есть, будет рабочая такая платформа хорошая, то есть, и для города будет большая польза. Ну, и я надеюсь, что для Союза архитекторов России тоже будет интересно посмотреть на наш город. – Ну, и для развития градостроительства в Чебоксарах, наверное, тоже какое-то будет иметь значение, как нам дальше строить. – Ну, это значимое событие, оно произойдет именно в Чебоксарах. То есть, для нашего города, я думаю, это большой плюс. – Спасибо, Олег Игоревич, за беседу. Я надеюсь, что действительно те советы, которые известные архитекторы России дадут нашим строителям, нашим архитекторам, они будут полезными и действительно преобразят, возможно, наш город еще дальше улучшит его внешний вид. – Я тоже на это очень сильно надеюсь, Татьяна. Большое спасибо за приглашение. – Спасибо за то, что вы были в нашей студии. Я напомню, что сегодня у нас в гостях, в гостях программы «Актуальное интервью» был депутат Чебоксарского городского собрания, председатель комиссии по градостроительству Олег Куртунов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова